МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слезы, скорбь и смех в Украине провели первый фестиваль военных песен, о чем теперь поют солдаты. Французские эксперты продолжают расследовать крушение аэробуса над Египтом. В какой версии трагедии склоняются специалисты? Крупная фабрика прекратила свою работу в Великобритании, отчего полностью отказалось Соединенное Королевство. Итак, сегодня в Украине отмечают День Европы. Торжественные мероприятия проходят по всей стране. В столице главные торжества устроили на Михайловской площади. Здесь сотрудники посольств и национально-культурных центров рассказывают украинцам о своих традициях, проводят конкурсы, флешмобы и угощают национальными блюдами. На праздники побывала Екатерина Доброгорская. Традиционно праздник открывали мэр Киева Виталий Кличко, а также первые лица Украины и представители Европы. И Киев Европа, и Украина Европа. Мы европейцы географически, центры Европы в Украине. Ментально мы европейцы. Нам необходимо сделать Европу. Нам необходимо никуда идти, а делать Европу в Украине. Благодаря тех стандартам, которые необходимы нам, европейских стандартам. Для меня интересно, насколько украинцы сами себя чувствуют теми, которые готовы жить по-новому. Это будет долгий шлаг, и мы все заразнодействованы, чтобы помочь Украине, чтобы этот сложный шлаг прийти. Выучить французский, узнать все о Германии, попить чай по английским традициям. На праздники сегодня можно было почувствовать себя в любом уголке Европы. Сами же гости уверены, Украина уже европейская страна. Да, безусловно. Украина – это Европа абсолютно во всем. Я очень люблю вашу страну, я очень люблю Киев, очень люблю многие украинские города, такие как Харьков на востоке, на западе Львов, люблю Одессу, я очень люблю Украину. Я впервые в Украине. Конечно же, это европейская страна. Тут живут европейцы, но, конечно же, есть некоторые отличия от Германии. Появился на Михайловской площади и маленький голландский городок. Украинские дети показали, чем удивляли нидерландцев перед референдумом об Ассоциации Украина-ЕС. Публике очень понравилось, как мы выступали. Этот проект был для того, чтобы мы показали, что в Украине есть также много главных детей. Они говорили, что очень хорошо мы выступаем. Поздравить Украину и оставить свои пожелания можно было на специальном баннере. Желали в основном мира и процветания. День Европы в Украине отмечают уже 13 лет. Этот праздник – символ общности, ценностей и единения всех наций на континенте. Екатерина Доброгорская, Александр Данилов. Подробности – телеканал «Интер». Петр Порошенко сегодня поднял флаг Евросоюза на торжественной церемонии по случаю Дня Европы в Украине. Мероприятие состоялось на площади перед администрацией президента. Вместе с главой государства европейские стяги поднимали победителей всеукраинских ученических олимпиад по иностранным языкам. Я верю в объединенную Европу, наш общий дом. Я верю в объединенную, сильную, демократичную европейскую Украину. Я верю в мир. И я уверен, что эти дети, которые стоят рядом со мной, и которые победители украинских олимпиад, и первыми кандидатами на будущее представительство Украины в европейских институциях. Также президент Украины провел сегодня телефонные переговоры с французским коллегой Франсуа Ландом и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Обсуждая положение дела на Донбассе, собеседники согласились с главным условием для продолжения политического урегулирования и с ситуацией является безопасность. При этом Петр Порошенко подчеркнул важность развертывания на Донбассе международной вооруженной полицейской миссии. Политики также говорили о том, как выстроить процесс освобождения украинских заложников и ускорить процедуры предоставления Украине безвизового режима. Тем временем на востоке страны боевики продолжают обстреливать позиции наших бойцов из запрещенных минометов под огнем противника Новотроицкая, Тарамчук и Павлополь из гранатометов были обстреляны военные в Широкино. Все подробности у нашего военного корреспондента Вениамина Трубачева. Бойцы сейчас заряжают оружие. В Широкино был бой. Боевики подошли слишком близко, и военные вынуждены были открыть огонь в ответ. Сначала мы не отвечали на провокации, потом пытались подавить снайперский огонь. В передней позиции простреливаются с кулемета и с автоматом. Помимо стрелкового оружия, боевики бьют из минометов. В часы затишья украинские бойцы осматривают воронки, пытаясь определить, что именно взорвалось. Это, скорее всего, вчерашний разрыв. Может, даже позавчерашний. Но точно свежий. Ходить в Широкино можно только по проверенным саперами дорожкам. Шаг вправо, шаг влево уже смертельная опасность. Здесь много снарядов, растяжек установлено. Вот, например, посреди дороги лежит выпущенная боевиками мина 82-го калибра. Она упала, но так и не взорвалась. Зафиксовано так уж обстрел 82-мм минометами в поединении с стрельбой из СПГ. Всего по позициях зафиксовано 7 выстрелов из оборонной озброения. Местных жителей в Широкино пока не пускают. Хотя поселок и освободили, но это по-прежнему линия фронта. И боевики эту территорию обстреливают ежедневно. И даже одна вот такая взорвавшаяся граната может убить или ранить человека. Может прилететь. Да, они то есть хаотично ведут стрельбу. Как говорится, у них нет определенного времени начала стрельбы. Когда хотят, тогда стрелят. Буквально через несколько минут после того, как мы записали это интервью, боевики снова активизировались. Открывают огонь по соседней улице. Вот начался обстрел снова. Это стреляют, по-моему, из гранатомета. Мы вынуждены прятаться в укрытие. В любой момент снаряд может прилететь и к нам. Вениамин Трубачев, Вадим Ревун и Николай Терещенко. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Публикация данных иностранных журналистов на сайте Миротворец серьезно отразится на репутации Украины. Об этом сегодня на встрече в рамках Дня Европы заявил глава представительства ЕС в Украине Ян Тамбинский. Среди представителей мировых СМИ, которые работали на Донбассе по аккредитациям непризнанных властей, немало друзей Украины и теперь их безопасность может оказаться под угрозой, подчеркнул дипломат. Расследовать события 2 мая 2014 года в Одессе должен единый центр. Создать его просят генпрокуроры, одесские активисты. Представители группы 2 мая опубликовали на своем сайте официальное обращение к Юрию Луценко. По их мнению, координировать действия всех правоохранительных органов, которые ведут следствие, и поддерживать сторону гособвинения в судах по всем эпизодам трагических событий должен один орган. Во главе его видят опытного следователя генпрокуратуры. Сейчас все материалы и доказательства разобщены. Именно из-за этого, считают, в группе 2 мая следствие не особо продвинулось за два года. Напомним, по факту событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда погибли 48 человек, правоохранительные органы, в том числе СБУ, открыли несколько уголовных производств. Суд уже рассматривает один из эпизодов на Греческой площади, где произошли первые стычки между проукраинскими и пророссийскими активистами. Дела о пожаре в Доме профсоюзов еще раз следуют. Заместителя прокурора Киевской области Александра Колесника взяли под стражу на два месяца. На этот срок соломенский райсуд столицы арестовал так называемого сахарного прокурора с возможностью внесения залога в размере 5,5 миллионов гривен. В то время как НАБУ просила назначить залог в размере 300 миллионов. Именно на такую сумму оценивается убыток, нанесенный государству прокурором. Напомним, Колесника задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро по факту хищения 30 тысяч тонн сахара из аграрного фонда. Украина получит безвизовый режим очень скоро. Еврооптимистическое заявление опубликовало представительство ЕС на своей официальной странице в Фейсбук. Украина успешно выполняет соответствующий план действий по визовой либерализации, отметила дипмиссия и добавила. Еврокомиссия, несмотря на скептические заявления некоторых европейских чиновников, уже предложила Совету ЕС и Европарламенту снять с украинцев визовые требования для краткосрочных поездок. Одобрить предложение могут очень скоро. Напомним, накануне министр внутренних дел Франции заявил, что Украине не видать безвизового режима в ближайшие месяцы. Экономический саммит Большой Семерки завершился в Японии. Там встречались министры финансов стран J7. Они готовят почву для встречи глав государства и правительств, которые соберутся на следующей неделе. Как же обстоят дела в элитном клубе крупнейших экономик мира, знает Оксана Кундеренко. Министр финансов Большой Семерки и лидеры международных финансовых организаций встречались в Японии, а говорили в большей степени о Великобритании. Экономические последствия Брекзита не на шутку беспокоят финансистов. Как перестроится мировой рынок, если крупнейший игрок вдруг изменит правила? Конечно, мы донесли до собрания, что Великобритания сильнее, как член ЕС, а для всех это лучше. И как торговый партнер британцев в Канаде выступает за единую Европу. Еще одна животрепещущая тема саммита – Panama Papers и уклонение от уплаты налогов. С проблемой нужно бороться комплексно и без участия всех стран не обойтись. Есть два главных инструмента борьбы. Первый – это обмен информацией между спецслужбами разных стран, особенно в финансовом секторе, чтобы отслеживать крупные финансовые потоки. И второе – борьба с анонимностью. И тут возник вопрос о секретном финансировании исламистских группировок. Эти денежные потоки стоит пресекать, резюмировали по результатам переговоров. Мы все согласились, это очень важно сделать более прозрачную информацию о счетах значимых игроков и людей, причастных к отмыванию средств. Хозяйку саммита Японию больше интересовал вопрос об искусственном снижении курса валют. Скачок иены больно ударил по экспорту. Но другие страны, такие как Германия или США, выступили резко против. Финансовая встреча в Верхах состоялась на фоне неутешительных прогнозов от МВФ. В прошлом месяце он снова снизил потенциал мирового экономического роста, предсказал замедление инвестиций и резкое падение цен на все виды сырьевых товаров, от нефти до пшеницы. Уже на следующей неделе эти и другие проблемы в Японии обсудят главы государств G7. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Далее новые подробности катастрофы лайнера Egypt Air. Перед самым крушением на борту самолета, упавшего в Средиземном море, сработали датчики задымления. Заявили об этом французские эксперты, которые ведут расследование. В доказательства привели данные адресно-отчетной системе авиасвязи. Согласно им, детектор сработал в одном из туалетов лайнера и уже через минуту среагировал датчик дыма в радиоэлектронном отсеке. После этого связь с самолетом пропала. Ранее власти Греции сообщили, что египетский лайнер совершил два резких маневра, после чего он начал терять высоту и рухнул в море. Напомним, два дня назад самолет Airbus 320 авиакомпании Egypt Air, следовавший рейсом Париж-Каир, пропал с экранов радаров сразу после входа в воздушное пространство Египта. На борту было 66 человек. Место крушения удалось установить лишь спустя сутки. Самолет упал в 300 километрах от Александрии. Египетские военные уже опубликовали первые фото и видео найденных обломков. Фрагменты фюзеляжа изучат эксперты из Египта, Франции и Великобритании, а также сотрудники компании Airbus. Стрельба у стен Белого дома подняла на уши весь Вашингтон. Неизвестный вооруженный мужчина средь бела дня пытался прорваться в резиденцию президента США. Он проигнорировал требования охраны остановиться и положить оружие на землю и подошел вплотную к дверям контрольно-пропускного пункта. Сотрудники спецслужб были вынуждены открыть огонь на поражение. Мужчина получил ранение в грудь. Сейчас он в больнице в критическом состоянии. Мотивы отчаянного поступка все еще выясняют. Пока известно только, что мужчина прибыл из Пенсильвании и сейчас в его доме проводят обыск. Очереди за продуктами, инфляция, рост преступности. Еще недавно одно из богатейших государств Латинской Америки, Венесуэла, все больше погружается в экономический хаос. С чем связано стремительное падение экономики страны и как на него реагирует за ее пределами, об этом наш собственный корреспондент США Тихон Дзятко. Падение цен на нефть оказалось для Венесуэлы ударом. Выяснилось, что экономическое чудо, которое построил в стране покойный президент Уго Чавес, было просто пузырем. За последние месяцы новой реальностью для Венесуэлы стали нехватка продовольствия, очереди в магазинах, отключение электроэнергии и насилие на улицах. Официальная инфляция составляет 180%, реальная, по оценкам экспертов, как минимум в два раза больше. Людям с трудом хватает на еду и это еще в том случае, если ее удается найти на почти всегда пустых прилавках. Президент Николас Мадуро для решения экономических проблем начал, что называется, закручивать гайки. В частности, пытается усиливать и без того жесткий контроль за частным производственным сектором страны. Но в этом ему противостоит оппозиция, она контролирует парламент и во вторник заблокировала продление режима чрезвычайного положения в экономике. На улицах сторонники оппозиции требуют отставки Мадуро, экономических реформ и прекращения политики изоляционизма, в том числе в экономике, а также привлечения инвестиций за рубежа. В ответ Мадуро устраивает митинги в свою поддержку, договаривается с оппозицией, отказывается. За это генеральный секретарь Организации Американских Государств уже назвал его начинающим диктатором. Мадуро в ответ обвинил его в предательстве и работе на ЦРУ, за что бывший президент Уругвая назвал его сумасшедшим, как козел. Мадуро ответил. Во всех бедах Николас Мадуро винит прежде всего США и даже утверждает, что Вашингтон готовит интервенцию в Венесуэлу. В Белом доме на обвинения не реагируют, но выражают обеспокоенность действиями полиции Венесуэлы по отношению к демонстрантам. И призывают Мадуро прислушаться к оппозиции. Тихон Зитко, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Фурам на украинских дорогах придется похудеть. В Николаевской области подвели первые итоги работы весовых комплексов для грузовиков. Их, напомним, стали использовать всего неделю назад. Недовольные водители даже устроили протесты. Какова ситуация сейчас в материале Кирилла Ющишина. Трасса Николаев-Киев. Грузовики останавливают инспекторы Укртрансбезопасности. Направляют на спецполосу с весами. Плиты считывают поясевую нагрузку. Аппарат потом обдумывает информацию и выдает чек. В чеке указана поясевая нагрузка и общая масса машин. Допустимая норма 40 тонн. Тем, кого поймались перегрузом, штраф в валюте. За несколько тонн лишнего веса могут выписать 600 евро. Чем тяжелее машина и чем дальше путь, тем выше сумма. За неделю в Николаевской области с помощью одних весов выписали штрафов уже на 8 тысяч евро. Мы работаем в Одессе, в Миколаевской, Хрисовской области, а также в центре Украины. Мы надеемся до конца года купить еще минимум 80 таких контрольных комплексов. И покрытые веномерно всю территорию Украины. Кроме того, мобильные группы будут и стационарные. Весовые комплексы под охраной спецназа полиции. За первую неделю работы проверяющих их не раз пытались блокировать возмущенные дальнобойщики. Сейчас водители, которые везут больше положенного, направляются в объезд. И не всегда поездка заканчивается благополучно. Пошел в объезд полуполями какими-то. У него в итоге прошло переворачивание в деревню. Высыпано зерно на дорогу. Пришли местные жители, собрали это зерно. Чтобы за пропуск перегруженных фур проверяющие не брали взяток, установили камеры наблюдения. Водители говорят, они не против такого контроля. Главное, чтобы не было избирательного подхода к перевозчикам. Видите, заезжаем нормально, через леса, все как положено. Постоянно, каждый день, два-три раза. Если все, значит все. Если мы дальше будем эксплуатировать дороги с таким отношением, что можно возить 70, 80, 100, 130 тонн, не только по дорогам, но и по мостам, то в итоге в этой стране дорог не будет никогда. Активисты уверены, взвешивание груза и штрафы дисциплинируют перевозчиков. Перегрузы перестанут разбивать и так, мягко говоря, далеко не идеальные украинские трассы. Сейчас по подсчетам Мининфраструктуры 90% дорог в плачевном состоянии. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности, телеканал Интер, Николаевская область. На крупной взятки попался глава Глобинской районной госадминистрации. Это в Полтавской области. Он потребовал от предпринимателя 30 тысяч долларов. Взамен пообещал отдать в аренду с правом выкупа помещение школы, детсада и 3 гектара земли. Взяли чиновника на горячем во время получения первой части взятки. Напевы и закопов. Первый всеукраинский фестиваль песен, родившихся в АТО, прошел сегодня в Днепропетровске. Какая она военная песня нового времени, слышала Наталья Грещенко. Летний театр парка имени Шевченко. Уже за два часа до начала фестиваля здесь стали собираться зрители в камуфляже и вышиванках. О войне многие знают не понаслышке. Наши песни про это самослушать будем. Я думаю, что наш десантник выиграет. Я понимаю, что мы будем все плакать, что это все будет что-то взорвало. Моя любимая песня, наверное, многих АТОшников любимая песня. Эти песни рождались в перерывах между обстрелами боевиков. Премьеры многих состоялись давно в блиндажах на передовой. Авторы, бойцы и волонтеры из разных областей страны. Порядка 70 заявок было подано. Из них 58 реальных, мы скажем так, да. Из них мы отобрали 20 самых достойных исполнителей. Свою песню Володя, боец 93-й, отдельно механизированные бригады, написал в больнице после ранения. Она называется «Повернуться живым». Она не о генералах, она просто о простых ребятах. Алексей – боец Добрабатова, то с 2014-го прошел Пеский и Донецкий аэропорт. Предупреждает, лирической его песня не будет. Я взагаля против того, чтобы писать сумные песни про эту войну. Нам не выдача героичного пафоса, героичного поэзии, героичного мистерства. Но в программе фестиваля и лирика, и тяжелый рок, и бардовские песни. Стили разные, смысл один. Исполнителей долго не отпускают со сцены. Этому аплодируют стоя. Он отец погибшего на Донбассе, украинского разведчика. Жюри есть, но победителей определять не будут. Это, пожалуй, единственный фестиваль, где нет ни победителей, ни побежденных. В летнем театре перед сценой нет свободных мест. А значит, фестиваль оказался нужен. И теперь станет ежегодным. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал «Интер», Днепропетровская область. Соединенные Штаты передали украинским десантникам мобильный военно-полевой госпиталь, оснащенный современной аппаратурой. Он поможет спасать жизни сотням и тысячам тяжело раненых бойцов. Госпиталь уже принял первых пациентов в зоне АТО. Подробнее об этом Руслан Смещук. Этот госпиталь называется ЕМЕЦ. Экспедиционная система медицинской поддержки. Четыре больших шатра с комплектом современного медицинского оборудования, которое очень быстро можно развернуть прямо на передовой. Он разгортается в полном складе за день, но операционно разгортается за две часы. Через две часы мы способны прооперировать раненого. Одновременно здесь могут работать до 30 медиков. Задача этого комплекса – спасти тяжело раненого бойца, стабилизировать состояние, а после авиации эвакуировать в стационарный госпиталь. Особенно рады врачи лаборатории и мобильной рентгеновской установки, которая практически в режиме онлайн позволяет отслеживать состояние пациента. Есть предустановок, можно внести то, что наиболее часто у нас пробуется, чтобы экономить час. Преважно я працевал на звичайной радянской аппаратуре, на плевце. И, по сравнению с тем, чем лучше заплевку, немного швидше, то это буквально хвилины. Но есть в этом американском мобильном госпитале и отлично работающая отечественная техника. Для эвакуации раненых с поля боя вот эти новенькие, проходящие почти по любому бездорожью, «КРАЗы». У нас есть автомобили «КРАЗ» для перевозки личного состава на участках, где невозможно прибыть вот такими вот автомобилями. То бишь, данные автомобили более предназначены для дорог, для бездорожья и для движения по полю. «КРАЗы», в принципе, являются довольно-таки полезными в осуществлении наших задач. Один такой госпиталь способен оказать помощь трём тысячам раненым в год. Руслан Смещук, подробности, телеканал «Интер». Вирусом ЗИКа в США заражены уже 300 беременных женщин. Об этом сообщил американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний. Информация о таком большом количестве заболевших раскрыта в Соединённых Штатах впервые. Проблема распространения вируса ЗИКа в первую очередь связана с недостатком понимания степени опасности, связанной с инфекцией во время беременности, отмечают специалисты. Дети у заражённых женщин могут появляться на свет с серьёзными врождёнными пороками, в том числе и с микроцефалией. В прошлом году в Бразилии тысячи детей родились с недоразвитым головным мозгом. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вирус глобальной угрозой. Вакцины от него до сих пор нет. Александр Лукашенко впервые после снятия санкций в Европе, о чём говорил с папой римским, отчего полностью отказалась Великобритания и чем шотландская пенсионерка шокировала водителей. Об этом и не только в нашем обзоре. Президент Белоруссии впервые после снятия санкций посетил Европу. В Италии Александр Лукашенко встретился с коллегой Сержио Мотореллой, а затем получил аудиенцию папы в апостольском дворце. Центральной темой беседы главы белорусского государства и понтифика был мир, в том числе и мир на востоке Украины. На родину Лукашенко увезёт папский подарок – символическое изображение оливковой ветви. Последнюю сигарету свернули на табачной фабрике в британском графстве Ноттингем. Теперь в Соединённом Королевстве больше не будут производить табачные изделия. Компания-владелец переносит своё производство в Германию и Польшу. Там рабочая сила дешевле, а значит и заработать удастся больше на азиатских рынках. По подсчётам, выручка должна увеличиться почти на полмиллиарда долларов. В самой же Великобритании спрос на сигареты резко упал. День Будды отметили в Малайзии. Так называемый Весак – самый важный буддийский праздник в году. В этот день вспоминают о рождении, просветлении и смерти Гуатамы Будды. В храме читают молитвы, медитируют, а также устраивают шествия и ритуалы в традиционных масках. Вечеринка на родине Дракулы. В румынском селе, возле села Балатешты, недалеко от столицы, прошло ежегодное лазерное шоу под открытым небом. Невероятные световые эффекты, инновационные технологии, громкая музыка от диджеев и атмосфера щекочущая нервы. Грандиозное действие традиционно привлекло любителей острых ощущений со всего мира. Бабушки без комплексов в шотландском городке Инвернес. Пожилая женщина везла в тележке для покупок надувной пенис. Старушка настолько смутила своим необычным грузом водителей на оживленной улице, что те запечатлили ее на видео. Ролики быстро стали хитами интернета. В Англии спасли лисенка на кладбище. Трехнедельный детеныш пытался полакомиться арахисовым маслом и застрял в банке. Пытаясь выбраться, животное било банкой о надгробе и так привлекло к себе внимание. Вытащить лисенка из ловушки удалось, разрезав пластиковый сосуд. Выпуск почти завершен, но наши коллеги из подробностей недели полным ходом готовят свой к завтрашнему эфиру. Но уже сегодня готовы поделиться некоторыми темами. Не пропустите в подробностях недели. Ушли в политику? Вернулись в бизнес? Или уехали на Мальдивы? Драйв, дужа в лыки, буф, и заменяю, ну, спортом заменяю. Чиновники с приставкой «Экс». Как живут и чем занимаются теперь уже безработные министры. Они воюют за Украину. Наша машина попала под обстрел. Мы чудом выжили. С горячим сердцем, но без статуса. Мы нашли тех, кто пересек океан, чтобы взять в руки оружие. Непотопляемые. Армия чиновников размером с целый город разрастается и дальше. Штат сейчас непомерно раздут. А обещали же реформу. Настоящая реформа или только видимость? Настоящий детектив. Кому так приглянулся уникальный апостол? Скорее всего, что под заказ. И не в этой стороне. Мы разыскали еще один раритет. И где же апостол Януковича вместе с другими его сокровищами? Эксклюзив подробностей недели. Главные темы в прямом эфире ровно в 8 вечера в это воскресенье. В общем, это все в подробностях на сегодня. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности UA с понедельника в этой студии будет работать Алексей Лихман. Ну а я прощаюсь с вами на неделю. Всего хорошего. До встречи на Индер. Субтитры подогнал «Симон»!